Всем привет! Вы снова находитесь на канале Adam's Channel. Сегодня мы рассмотрим с вами септаккорды в гармоническом миноре. Как вы помните, в предыдущем уроке о септаккордах мы говорили о септаккордах в натуральном миноре. И вот сейчас перед собой вы видите последовательность этих септаккордов, которые находятся на ступенях лада натурального минора. Сегодня мы с вами построим гармонический минор и соответственные аккорды, которые соответствуют этим ступеням гармонического минора. Давайте для начала построим сам гармонический минор. Итак. Я построил натуральный минор. Значит, смотрите. Натуральный, то есть гармонический минор отличается от натурального тем, что в гармоническом миноре седьмая ступень повышена на полутон. То есть седьмая ступень у нас с диезом. Знак альтерации, который повышает звук на полтона вверх. Значит, соответственно, мы вот эту вот седьмую ступень мы повышаем на полутон. Или на английском сэмитон. И обратите внимание, теперь тяготение в тонику седьмой ступени, в первую, стало еще сильнее. То есть здесь уже полутон тяготения, а было до этого один тон. Итак, друзья мои, мы с вами построили гармонический минор. Давайте его послушаем. Вот так звучит гармонический минор. И обратите внимание, что вот этот вот тетрахорд Вам напоминает что-то восточное, какую-то арабскую музыку. Именно арабской и восточной музыке присущи вот такие вот сочетания звуков. Итак, друзья мои, теперь давайте строить септаккорды. Берем инструмент, карандаш и начинаем строить. Первый септаккорд находится у нас на первой ступени, то есть тонике. Помните, да? Здесь у нас должна быть седьмая ступень. Но так как у нас седьмая ступень повышена, то мы уже берем не соль, а соль диез. И получаем вот такой интересный аккорд. Давайте послушаем, как он звучит. Вот такое звучание имеет данный аккорд. Данный аккорд называется большой минорный септаккорд. Большой, потому что интервал между крайними звуками составляет большую септиму. А основа этого аккорда, септаккорда, составляет минорное трезвучие. Или же, если рассмотрим формулу по терциям, то будет малая терция плюс большая терция плюс большая терция. Мы получаем большой минорный септаккорд. Так, следующая ступень. Вторая ступень и строим от нее септаккорд. Септаккорд. Послушаем его. Данный септаккорд называется малоуменьшенный или полууменьшенный. Обратите внимание, что в гармоническом миноре на второй ступени у нас получается точно такой же септаккорд, как и в натуральном. А вот у нас натуральный. Видите, абсолютно они не отличаются, потому что здесь ступени не изменились. Так, значит, этот аккорд вы уже знаете. Малый уменьшенный или полууменьшенный септаккорд. Интервал между крайними звуками у нас малая септима, а вот основа у нас уменьшенная трезвучия. Или же, если по терциям, то малая терция, малая терция, большая терция. Следующий аккорд. Третья ступень. Здесь у нас должна быть седьмая ступень, она у нас повышена. И далее снова. Уже вторая ступень. Слушаем этот аккорд. Вот такое вот интересное, забавное звучание. Тоже часто используется в джазе. Данный септаккорд имеет наименование увеличенный септаккорд. Интервал между крайними звуками у нас составляет, как видите, большая септима. Основа этого септаккорда увеличенный. Увеличенное трезвучие. То есть оно состоит из двух больших терций. Или же, этот септаккорд состоит из большой, большой и малой терции. Увеличенный септаккорд. Четвертая ступень. Давайте послушаем. Четвертая ступень у нас малый минорный септаккорд. Этот септаккорд такой же, как и в натуральном миноре. Видите, абсолютно не отличаются друг от друга. Значит, малый минорный септаккорд. Вы его знаете уже. Переходим. Да, значит, интервал между крайними звуками. Малая септима. Основа минорная трезвучие. Или малая, большая, малая терция. Переходим к пятой ступени. Пятая ступень у нас доминанта. И посмотрим, какой же септаккорд здесь у нас получится. У нас седьмая ступень повышена. Соответственно, здесь получается уже большая терция. Так. И. Вот так. Послушаем. Очень знакомое звучание вам уже. Это малый мажорный септаккорд. Или доминант септаккорд. В данном случае он как раз является доминант септаккордом в тональности ля минор. То есть он у нас на пятой ступени. Значит, здесь у нас интервал малая септима между крайними звуками. Основу составляет мажорное трезвучие. Или же по терциям. Это большая терция, малая терция, еще раз малая терция. Малый мажорный септаккорд. Переходим к шестой ступени. Так. Этот септаккорд. Это, вам уже известно, большой мажорный септаккорд. Интервал между крайними звуками большая септима. Основа. Большое трезвучие или мажорное трезвучие. Или же большая терция плюс малая терция плюс большая терция. Большой мажорный септаккорд. И, наконец, седьмая ступень. Здесь у нас получается интересный септаккорд. Который состоит из трех малых терций. И, соответственно, у нас интервал между этими крайними звуками у нас уже составляет уменьшенная септима. Вот, посмотрите. Как видите, это уменьшенная септима. Послушайте, как звучит этот аккорд. Вот так. Прискорбно, минорно, страдающе. Но очень часто является альтерированным аккордом в джазе. Очень часто этот аккорд используется. Итак, этот аккорд у нас называется уменьшенный септаккорд. Помните, у нас вот здесь на второй ступени уже есть такое наименование аккорда, где мы слышим уменьшенный, но это полууменьшенный. Потому что он состоит из двух малых терций. И одной большой. А вот здесь у нас все три малые терции. И поэтому этот септаккорд называется уменьшенный септаккорд. Или diminished seven, то есть уменьшенный септаккорд. Вот. И, наконец, мы переходим снова к тонике, где у нас образуется уже вам известный большой минорный септаккорд. Итак, давайте послушаем последовательность этих аккордов. Таким образом у нас изменились септаккорды на первой ступени, третьей ступени, пятой ступени и седьмой ступени. Вот такие вот септаккорды, друзья мои, можно построить в гармоническом миноре. На этом все. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. И в следующем видео мы с вами рассмотрим септаккорды в мелодическом миноре. Всем спасибо за внимание. Всем пока.